Решение текстовых задач Если предложение верное, то мы ставим единицу. Если предложение неверное, то ставим ноль. Начали! Проверяем шифр математический, который у вас получился. Итак, 1% это 0,001 от числа. Предложение неверное, ставим ноль. 50% это 0,5. Предложение верное, ставим единицу. 0,65 это 65%. Верно, поставили единицу. И 1% от 1 метра это 1 сантиметр. Тоже верное. 1% от 2500 это 250. Данное предложение неверное. У вас должен получиться вот такой цифровой диктант. 0,1,1,1,0. Теперь давайте с вами разберем те предложения, которые у нас оказались с ноликом. 1% это 0,001 от числа. Чтобы найти 1% от числа, нам нужно 1 разделить на 100. То есть 1% от числа это 0,01. И второй нолик разбираем. 1% от 2500. Чтобы найти процент от 2500, нам нужно 2500 разделить на 100. И мы получим 25. То есть 1% от данного числа будет равен 25. Итак, ребята, прежде чем мы перейдем к решению задач на проценты, давайте с вами вспомним правило. Итак, как решаются задачи на нахождение процентов от числа? Чтобы найти процент от данного числа, нам нужно выразить проценты десятичной или обыкновенной дробью. И умножить данное число на эту дробь. Я делаю акцент на слове умножить. Если мы решаем задачу на нахождение числа по его процентам, то, чтобы найти число по его процентам, нужно выразить процент десятичной или обыкновенной дробью и разделить, обратите внимание, данное число на эту дробь. Если мы с вами решаем задачи на нахождение процентного отношения двух чисел, то, чтобы найти процентное отношение двух чисел, нам нужно одно число разделить на другое, а результат умножить на 100. Я предлагаю, ребята, к вам сегодня сходить в гости к малышу и Карлсону. Мы все с вами знаем, что Карлсон, он страшный сладкоежка, он очень любит сладкое. Разберем такую задачу. Фрэкенбок приготовила 20 плюшек, а Карлсон съел 40% всех плюшек. Сколько плюшек осталось? Здесь мы переводим проценты в десятичную дробь и теперь определяем. Это у нас задача на нахождение процента от числа или числа по его проценту. Подумайте. Конечно же, ребята, это задача на нахождение процента от числа. Поэтому мы 20, то есть количество плюшек, умножаем на 0,4 и получаем 8 плюшек. Именно столько плюшек съел Карлсон, но вопрос задачи, сколько плюшек осталось. Поэтому от 20 мы отнимаем 8 и получаем 12 плюшек. Записываем ответ. Осталось 12 плюшек. Фрэкенбок работает 8 часов, ведь она великая домохозяйка. При этом 20% всего рабочего времени она тратит на уборку квартиры. Сколько часов занимает, ребята, уборка квартиры? Итак, ребята, переведем проценты в десятичную дробь. Далее вопрос. Это задача на нахождение процента от числа или числа по его проценту? Подумайте. Итак, ребята, проверим. Я думаю, что вы все внимательно прочитали задачу и убедились, что это задача на нахождение процента от числа. Итак, мы 8 умножаем на 0,2 и получаем 1,6 часа. То есть уборка занимает 1,6 часа у Фрэкенбок. Следующее задание. Малыш очень прилежный ученик. Он выполнил 6 примеров на умножение, что составило 30% всей домашней работы. Сколько примеров было задано малышу? Переведем проценты в десятичную дробь, получаем 0,3. А здесь, ребята, вопрос. Эта задача к какому типу относится? Конечно же, ребята, это задача на нахождение числа по его проценту. Поэтому мы 6 делим на 0,3 и получаем 20 примеров. Вот столько примеров было задано малышу на дом. Записываем ответ. Ребята, мы с вами прекрасно знаем, что Карлсон страшно любит лечиться вареньем. В качестве лекарства Карлсон съел 70% варенья, которое находилось в банке. При этом в банке осталось 225 граммов варенья. Сколько граммов варенья было в банке? Итак, для начала мы с вами находим процент, который будет соответствовать числу 225. Для этого от 100 мы вычтем 70%. Получаем 30%. 30% мы представляем в виде десятичной дроби. Обратите внимание, это задача на нахождение числа по его проценту. Итак, ребята, поэтому мы с вами число 225 делим на процент, который соответствует данному числу. А процент мы с вами представили в виде десятичной дроби. Мы записываем 225 разделить на 0,3 и получаем 750 грамм. Именно столько варенья было в банке. Записываем ответ. Перейдем к задачам посложнее. В среднем из пяти десяти карманных фонариков попадается пять неисправных. Определите процент исправных фонариков. Составим таблицу. Всего фонариков у нас по условию 50, что соответствует 100%. Неисправных фонариков у нас 5. Сколько фонариков исправных у нас мы не знаем. И, соответственно, процент мы тоже не знаем. Итак, для того, чтобы найти, сколько у нас исправных фонариков, мы от 50 отнимаем 5, получаем 45 фонариков исправных. Далее нам нужно найти процентное отношение двух чисел. Поэтому мы 45 делим на 50 и умножаем на 100. В результате мы получаем, что 90% фонарика будут исправны. Записываем ответ. Исправных фонариков 90%. Разберем следующую задачу. В 40 килограммах картофеля содержится 7 килограмм крахмала. Найдите процентное содержание крахмала в таком картофеле. Составим таблицу. Это задача на процентное отношение двух чисел. Картофель у нас 40 килограмм составляет, крахмал 7 килограмм. При этом, раз у нас весь картофель, мы говорим, что это 100%. И составляем выражение. 7 делим на 40 и умножаем на 100. В результате мы получаем 17,5%. То есть в картофеле содержится 17,5% крахмала от его общей массы. Подведем итог урока. Сегодня на уроке мы учились решать текстовые задачи на проценты. На этом, ребята, наш урок подошел к концу. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова